Передел рекламного рынка Читы достиг новой ступени. Объявляются цифры и фамилии. Конструкция несогласных с конкурсом срезает. А после шинкования болгаркой, оставшейся металлом, внезапно кто-то крадет с базы подрядчика. Говорят, конкурс выгоднее аукциона. Да только кому. Предприниматели, теряющие бизнес, бьют тревогу. Поданы заявления в прокуратуру, ФСБ, Следственный комитет, управление МВД. В арбитражном суде прошло два заседания. Две жалобы уже рассмотрели в антимонопольной службе. А сегодня в общественной палате Забайкальского края прошла рабочая встреча представителей рекламного бизнеса Читы. Появились новые подробности. ФАС обязательно был. ФАС – это вообще отдельная история. В экспертный совет ФАС вводят три человека, причастных к этому конкурсу. Два участника, Викола Тепан Апасевич, и один – это сотрудник администрации комитета градостроительства, начальник отдела рекламных станетов. Они входят в экспертный совет по оценке рекламных. Многоходовка по переделу рынка рекламных конструкций продумано давно. В лабиринте конкурсной документации не могут разобраться даже опытные юристы. Пакеты документов компании «Пророка» входят в мае. Только вот заверены они на следующий день после начала конкурса – 27 апреля. В этот же день и оплачены заявки. Инсценирована жалоба ФАС для обеспечения большего веса в ведущих судах. Конструкции предпринимателей не просто демонтируют, их уничтожают. «Он выиграл договор под другим ООН, но, естественно, его нигде нету». «Юридически нет, но мы же с ним общаемся. Ты мне верни конструкцию. Ты вот эту давай, я ее уберу». «Демонтажник, я говорю, можно мне связаться с Александром? Почему вы пилите мою конструкцию? Он мне набирает номер, я разговариваю с Конопосевичем Александровым, не с Санниковым, с начальником рекламного отдела, а с Конопосевичем. И прошу его, пожалуйста, ты не пили мою конструкцию? Он говорит, нет, все. Все, я эти конструкции уже не верну. Все, с Конопосевичем Александровым. А как воровали? А потом, оказывается, у него с БАС воровали. И бюджетопеда была демонтажа. Ну, то есть, понимаете, весь рекламный рынок контролирует один-единственный человек – Конопосевичем Александровым. Полностью все под его контролем. От начала до конца. И все это знают. Кто-нибудь со мной не согласен, между собой? Еще Викулов всю Думу окрутил. Ну, Викулов – это работать в плане Думы. Викулов там в своих дебрях в Думе. Передел начался еще в 2016 году с голосования депутатов за смену аукциона на конкурс. Большую роль в этом сыграл, конечно, депутат Викулов. Он ходил к каждому депутату и говорил, давайте будем голосовать за конкурс. А кто из депутатов? Никто не вникал в эти вопросы. И никто из предпринимателей не подходил ни к депутатам и не объяснял, что это будет гораздо хуже, чем аукцион. В итоге звучат имена новых хозяев рынка рекламных конструкций. Предприниматель Александр Конопосевич, депутат Степан Викулов через ИП своей матери и предприниматель Олег Васильев. Именно от него была та жалкая жалоба ФАС. Причастность чиновника Александра Санникова невооруженным взглядом не разобрать. Это компетенция правоохранительных органов. Многие факторы, которые сейчас озвучили предприниматели, требуют дополнительной оценки в части именно соблюдения конкурентных процедур, в части исключения монополизации рынка и в части возможности сохранения тех субъектов предпринимательской деятельности на рынке, которые действовали до этого, но по каким-то причинам, какие это причины, насколько они объективны, следует разобраться, в настоящее время остались без работы. Сговор – слово, которое уже звучит открыто и окончательно очерняет репутацию рекламного рынка Читы. Слово громкое, но пока не услышанное правоохранительными органами. Да, мы с ними общались, это было несколько лет назад, приглашать для того, чтобы организовать этот конкурс, попробовать в нём, чтобы мы выиграли, допустим, чтобы это было несколько человек. Ну, как бы, после этого раза два-три вызывали мне собрание, ну и дальше мы с ними ни о чём не договорились. Почему они договорились? Ну, где-то были с их стороны обманы, где-то с моей стороны нежелание обмануть наших предпринимателей. В связи с этим, ну, у нас с ними диалог не получился до конца. На этих встречах звучала фраза «поделить рынок»? Да, конечно, неоднозначно, они и собирались для этого. Эти встречи были сделаны для того, чтобы делить рынок. Конкурс отменят, через месяц его опубликуют заново, устранив вот эти нарушения. Но тот, кто знает, когда его опубликуют, тот и выиграет. Он на следующий день, буквально через 10 минут подадут уже эти документы. Снова? Да. Поэтому нужен аукцион? Да. Только так мы себя и видим. Это не только для и города, это, конечно, хорошо. Но это так, что, да, пускай мы по более высоким ценам хоть что-то получим и хоть что-то у нас будет. В другом случае я себя не вижу на этом рынке. Позиция предпринимателей ясна предельно – вернуть аукцион. У общественной палаты появились свои вопросы, правда, и они пока без ответа. Сговор предпринимателей – это отдельно, грубо говоря, и следственные, и правоохранительные органы будут в этом разбираться, мы, естественно, примем активное участие. Но то, что была выбрана данная политика, именно, на мой взгляд, абсолютное отсутствие экономического обоснования, отсутствие рассмотрения последствий принятия данного решения. Я уже не раз повторяю, что 26 организаций под закрытие, 150 человек на улицу – это недопустимо. Недопустимо не до поступления бюджетных средств. Вячеслав Барницкий, Сергей Бумагин, Максим Лобачев, Евгений Погорелый, ЗАП-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова